Рисовать могут многие, а вот профессионально изображать предметы и сюжеты различной сложности – единицы. Мадина Ганиева – одна из тех, кто решил постигать науку живописи в Центре для одаренных детей. Лучшие педагоги тут, во-первых. Во-вторых, мне тут очень нравится обучаться. Насчет рисования я хочу связать свое будущее с этим. Я хочу пойти на педагога, как Масай Хеевич, и учить других детей тоже. Уже 4 года рисую, стараюсь перейти скоро на масло. Примерно через 5 дней уже перейду на масло. Наука, спорт и искусство теперь под одной крышей. Обучение в Центре для одаренных проходит по трем направлениям. Каждая новая смена – новый профиль. В эту ребяту постигают азы журналистики, изучают углубленную математику и совершенствуют технику рисования. В основном у нас в этот поток только пейзажный жанр. Есть и жанр натюрморт. Мы будем использовать разные техники. Это и пастель, это и живопись маслом, это и гуашь бумага. Потому что ребенок должен набраться какой-то определенной смелости, желания совершить какие-то новые поступки в области живописи, пробовать себя, пробовать и не бояться ни бумаги, ни холста, ни красок. Занятия с ребятами проводят профессионалы своего дела. Профессоры из университетов, хореографы, художники, актеры и музыканты. Своеобразный прототип сочинского «Сириуса» – единое пространство для развития школьников с 5 по 11 классы. Уроки совсем не похожие на привычные школьные. Смена в Центре для одаренных детей «Олимп» длится полных три недели. Если у нас число составное, мы его разбиваем на множители, представляем в виде произведения двух множителей, где у нас есть принятие делимости. За это время юные математики, к примеру, успевают пройти около 30 новых тем. Очень люблю учиться. Вообще я в школе отлично учусь. И так как эта школа была специально профильная математика, а математика – мой самый любимый предмет, я очень захотела сюда приехать. Решила Олимпиаду и выиграла. Как раз проходим в тему четность и делимость. И это очень интересно. Это преподаватель все это объясняет хорошо. Мы изучали это делимости на 2, на 5, чтобы облегчить деление, решая задачи. Среди воспитанников лучшие из лучших победители научных Олимпиад и спортивных соревнований. В эту смену подготовку проходят юные перспективные дзюдоисты. Утром разминка 7 часов. Один из часов вторая тренировка и третья тренировка в 16.00. Тяжело у тебя, кажется? Ну, тяжело, можно сказать. Мы трудимся. Выявить одаренных детей, развить и поддержать их таланты. Помимо профильных занятий, ребята проходят и общеобразовательные, чтобы не отстать от школьной программы. В эту обучаются около 80 человек из разных районов Ингушетии. С 7 утра они встают на зарядку, затем у них завтрак, потом с 10 до 12 у них идут одни занятия профильные, потом время обеда, затем с 2 до 4, у них идут до 4 до 5, ну раз, у них идут занятия тоже по профильной смене. Затем с 4 до 7 у них творческие вечера, возможно, рефлексии и так далее, а потом ужин и отбой. Блоки разделены, мальчики у нас на третьем этаже, девочки на втором этаже, с ними целый день находятся воспитатели. Пребывание, питание для них бесплатное. В Алимп принимают детей со всего региона. Кандидатам необходимо только пройти конкурсный отбор на вступительном тестировании. Выставили объявления, положения об отборе и задания. Каждый желающий мог выполнить задания, они заполняют анкеты, отправляли на электронный адрес. И уже комиссия рассматривала результаты выполненных работ и, соответственно, по количеству баллов лучших детей мы зачислили на смену, пригласили сюда. Скучать ребятам в центре некогда. Программа рассчитана так, что у детей есть время не только для плодотворного обучения, но и отдыха. У них проходят тематические вечера. Этот, к примеру, посвятили истории кинематографа. Я хочу вам показать первый дальше, первый цветной фильм, официально первый цветной фильм истории. Конечно, до этого были другие эксперименты. То есть, например, был Жордж Мельез и его путешествие на Луну. Возможно, кто-то из вас смотрел современный фильм «Хранители времени». Кто-нибудь помнит? Да. Помните Жорджа Мельеза? Вот он на самом деле существовавший человек и он тоже внес огромный вклад в кинематограф. Шанс попасть в центр и развить свои скрытые или явные таланты есть у каждого школьника. Было бы желание. Тамара Хашагульгова, Мохаммад Белакии, Новости 24.